Всем привет! Меня зовут Виктор, мне 35 лет. Мой рост 1,70 м, вес 72 кг. Посмотрите на это фото. Оно сделано в 2014 году. На этом фото мой вес составляет 90 кг. Все дело в том, что я пережил несколько достаточно серьезных аварий. Кроме того, имею протрузии в поясничном и шейном отделе позвоночника. Мое физическое состояние было далеко от совершенства. И в конце концов я принял решение полностью покончить с прошлым и начать новую жизнь. Я понимал, что новая жизнь возможна лишь только с трансформацией себя самого. Я начал изучать информацию о свободном доступе в интернете и, к моей великой радости, наткнулся на канал Егора. Он мне понравился тем, что я увидел четкую, понятную систему. Первое, что я изучил, это была гимнастика, направленная на декомпрессию позвоночника и укрепление связок путем статической нагрузки. Буквально через 2-3 месяца я себя почувствовал гораздо лучше. Кроме того, я начал изучать технику становой тяги и приседа при помощи небольшой палочки. Потом пришел к швабре, а впоследствии начал ходить в спортзал. Свои занятия в спортзале я начал с первой ступени. Плавно перешел ко второй. И в данный момент времени я нахожусь на третьей ступени. Я благодарен Егору за то, что он выложил огромное количество информации в свободном, бесплатном доступе. И эта информация мне очень сильно помогла. Очень сильно. Изучая технику выполнения упражнений, мои рабочие веса медленно, но верно начали ползти вверх. Я начал задумываться о том, что правильно ли я все-таки выполняю упражнения. В связи с этим я решил обратиться к Егору и взять у него индивидуальные занятия. Кроме того, у меня накопилось много вопросов по поводу спортивного питания, по поводу рациона питания. И также эти вопросы я хотел уточнить у Егора. Егор любезно согласился позаниматься со мной и в течение месяца ответил абсолютно на все вопросы и подкорректировал технику выполнения. Сегодня я покажу вам тренировку номер 4, третьей ступени. За 20-30 минут перед тренировкой я выпиваю аргемин, разбавленный водой. Во время тренировки я использую ПЦА, простую воду, дневник тренировок, куда записываю все результаты. Также использую таймер. Каждую тренировку я начинаю с общей разминки. Сначала подготавливаю сухожилия и связки в тяжелой работе. После этого перехожу на кардио-тренажер. В моем случае это Эльпс. 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 Сухожилия и связочки я подготовил. Теперь прихожу на Эльпс. На Эльпс я работаю в средние 5 минут, до тех пор, пока не появится легкая, бесплаяна, алмол. Итак, сердечко подготовлено. Теперь перехожу на экстензию. Экстензию я также отношу к разминочной части тренировки. И так разминка. Разминка завершена. Я перехожу к первому упражнению. Это приседания с небольшим весом 35 кг. В двух подходах я буду стараться сделать по 20 раз. Но прежде чем начать выполнение этого упражнения, я делаю один разминочный подход. подход. Это разминочное упражнение я также учеркнул на канале впервые попал жил. Сейчас я вам покажу. упражнение и в вот И так начинаем делать первый подход. И так начинаем. Двадцать раз. Второй подход. Второй подход. Двадцать раз. 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 В следующую тренировку немного добавлю вес. Следующее упражнение это джим гантелей лёжа. Буду делать два подхода на 12-10 повторений. Итак, в двух подходах 12-11 повторений записываю в дневник. Между упражнениями я стараюсь отдыхать до тех пор, пока более-менее не восстановится дыхание. Но при всём при этом таймер я ставлю на 2 минуты. Но это как дополнительный контролёр. Следующее упражнение это французский жим лёжа. Я его буду выполнять с 8 килограммовыми гантелями. Делать буду три подхода. По количеству также 12-8 раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В всевозможных купелях вечером я обязательно делаю гимнастику и растяжку всех мышц. Заключительное упражнение в сегодняшней тренировке – это икры. Но дело в том, что в спортивном зале, в котором я занимаюсь, нет тренажеров, в которых я могу делать упражнения, рекомендованные Егором. В связи с этим я был вынужден адаптировать собственное упражнение под залп. Я делаю на каждой тренировке одно и то же упражнение икры вот на этой подставке. Я делаю чередую лишь только вес, с которым я делаю это упражнение, и количество повторений в каждом подходе. В моем сегодняшнем упражнении это будет 16-кл. кантеля, и буду я делать 12-8 раз в подходе. В этом упражнении стараюсь растягивать икры до яркого жжения, до тех пор, пока могу это жжение терпеть. И самое главное, во время перерыва между подходами обязательно пилю воду, небольшими глотками и ПЦА. На этом силовая часть моей тренировки закончена. Обычно у меня уходит 45-50 минут на нее. По окончанию силовой части я съедаю банан, а иногда и два. После этого перехожу на элипс, делаю заминку. И в самой завершающей части я делаю растяжку и гимнастику для декомпрессии позвоночника. В завершении растяжки и гимнастики я выпиваю буртейновый коктейль, замешанный на молоке. Хочу пояснить, почему я это делаю не вместе с бананом. И что только потому, что когда я делаю гимнастику для позвоночника, я поднимаю ноги вверх, и мне некомфортно с полным брюшком делаю гимнастику. Поэтому молоко с протеином я выпиваю в самом конце. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 наступило время протеинового коктейля. Практически лучшее мгновение тренировки. Моя тренировка подошла к концу. Я бесконечно благодарен Егору и каналу Heavy Metal Gym. Всем добра и саморазвития!